Мы продолжаем обзорное видео про хурму. У нас, конечно, она одна, но зато она своя. Сергей Николаевич, расскажите, как она себя чувствует. Она, кстати, увеличивается в размерах, я смотрю. Естественно, она растет. Здравствуйте, уважаемые садоводы. Итак, перед нами двухлетнее растение хурмы. На второй год жизни она заповодоносила. Мы уже снимали это растение. На нем завязалось четыре повода, было четыре завязи. Где-то в стадии грецкого ореха три из них облетели. Это вполне нормальное естественно, потому что такое маленькое растение выдержать такой урожай просто не может, физиологически не может. Одно, видимо, ему комфортно, оно продолжает развиваться. Вот то, что мы сейчас видим на хурме. И еще на хурме, конечно, ни в коей мере не показатель, не урожайность. Это культура на сегодняшний момент у нас находится в стадии испытаний, исследований в контейнерном варианте. Пока не даем никаких рекомендаций, просто констатируем. А в этом году мы столкнулись с интереснейшим явлением, которое я в литературе нигде не встречал. Я общаюсь с коллегами-садоводами из Крыма, с Черноморского побережья Кавказа. Никто из них тоже с этим не стал. После того, как прошли вот эти две недели очень непоприятные июльские, холодные, дождливые, у нас хурма отреагировала совершенно неожиданным образом. Она отдала вторичный рост и вторичный рост со вторичным цветением. Вот вы посмотрите, что происходит, что творится здесь на веточках. В побег вылез цветок, они успешно отцвели, они дали зависть, они завязались. Но, к сожалению, конечно, понимаете, это просто любопытный факт, любопытный момент. Никаких перспектив для того, чтобы получить второй урожай, по-судимому, в этом сезоне здесь нет. Но, тем не менее, вот хурма на севере при контейнерной культуре иногда ведет себя таким неожиданным образом. Повторный рост и повторное цветение, повторное плодношение. Хотя, в общем, напрашивается мысль, а если это сорт украинка, вот то, что у меня, я показываю. Если эти плоды поместить, эти растения поместить в условиях хорошего зимнего сада разжиреи, то еще надо посмотреть, а как это себя покажет. Ну, она же листопадная. Она листопадная, ну, надо просто смотреть. Это неожиданно. Ну, это уже какая-то вообще магия, это как миллион долларов выиграть в лотерею. Что-то необычное. Так, а что у нас листья такие все свернутые? В этом году и на инжире, и на хурме я, к сожалению, после июльских холодных двух недель наблюдаю поражение. Это явно грибковое поражение. А я на сегодняшний момент достоверно пока определить это не могу. Может быть, кто-то знает? Может быть, это что-то ненормальное. Это, безусловно, какое-то грибковое заболевание, требующее работы с фунгицидами. Но я за 7 лет впервые на инжире и за 3 года на хурме впервые столкнулся с этой проблемой. Я просто ее еще не понимаю, не знаю. Так вот, друзья, выращиваем в трех горшках одну хурму. Но все ради науки. Прошло еще две недели, и мы хотим показать, как наша хурма, она выглядит на самом деле умирающей, но она вообще даже не умирающая. Ну, это двухлетнее дерево. По консультациям с специалистами, которые много лет занимаются хурмой в открытом грунте, явление совершенно нормальное. И вот за две недели, видите, он увеличился процент, наверное, на 40 в объеме, повод активно развивается. То есть, дерево нужно просто набрать вегетативную массу, надо дать развиться и обнадеживающее, что, скорее всего, у нас результат будет. Я понял. Ну, я смотрю вообще во всем садоводстве, что мы рассказываем, все равно присутствует какая-то авантюра немного. Там засохло. Ну, я бы сказал, что... Риск. Риск. Но, к сожалению, с живым по-другому не бывает. Я понял. Мы демонстрировали очень интересное биологическое явление повторное цветение хурмы. Вот я сейчас хочу показать результаты повторного цветения. Видите, цветки в большинстве случаев обвалились, как мы и ожидали. Но отдельные, как это ни странно, опылились цветением в августе месяца. Причем это не единично, можете сами увидеть. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Вот пять на этой веточке, уже пять плодов. Вот шесть, семь, восемь, девять. Вот девять плодов на этом деревце двухлетнем, которое мы наблюдаем. Все, всем пока.